Друзья мои, никогда не теряйте надежды. Нет, ну вот знаете, у меня как, я же один, поговорить по душам не с кем. Опять же, плоть страдает. Ну, она у меня завсегда страдает. Записался в клуб знакомств для тех, кому за 70. 50 рублей взяли. О, как старухи подорожали. Зато, говорят, дед, может, найдешь свое сокровище. Пошел. 15-го числа, хотя в этот день, значит, в этот матч был, Спартак-Динамо. Вот, до чего ради старух пожертвовал удовольствием. 50 рублей выкинул. А клуб у меня, значит, открыт с пяти до восьми. Потому что после восьми там мной засыпают. Ну, пришел, значит, ну, клуб. Значит, большая комната, музыка играет, буфет работает. Печенье, лимонад, валидол. А, там, ну, все случаи жизни. Памперсы, клизмы, бинокли. И вот, знаете, это вот. Слева вдоль стены стулья. На каждом по сокровищу. Справа, значит, табуретки. На них искатели жемчуга. А, что в углу санитар. Ну, мало ли, кто кому ответит взаимностью. Так, конечно, инфаркт готов. И, вот, знаете, я посмотрел, что-то так налево. И что-то мне так жалко стало. 50 рублей. Подошел к санитару, говорю, видать, мое сокровище сегодня дома осталось. Ну, ничего мне там бы не светить. Говорит, ищите справа, деньги не вернем. Хоть убей. Ну, сел справа, слышу. Разговоры идут о суставах, о тромбах, о слабости половой. Потом, значит, вышел лектор. Лекцию стал читать о потере памяти. Читал, читал. Читал, читал. Потом забыл, что начал. Начал рассказывать о пользе контрацептивов. Каких же контрацептивов, Никаких зубов выговорить этой не хватит. Потом начались танцы. Ну, я пригласила одну такую в ручках. Худенькую, поменьше ростом, чтобы в случае удачи меньше уходила на еду и одежду. Фу-ты, танцует хуже меня. А главное, не знаешь, о чем с ней разговаривать. Сама заговорила. Вот вы знаете, что интересно? Вот вчера у меня давление было 160 на 90. Я думаю, здравствуй, связался я. Ёмушки мои, больная и поговорить не о чем. Я говорю, как вас зовут, нимфа? Она говорит, Иван Петрович. Ёмушки мои. Я понял, что дедушка просто не той стенки сел. А сейчас бы я в какой-нибудь шашлычной на эти 50 рублей. Потом, значит, объявили это белый танец. Ну, на этот раз точно женщина. Без здрасте, без как вас зовут. Какая у тебя пенсия? А у меня хорошая пенсия, поэтому я танцую, но молчу. Она опять, старик, скажи, какая у тебя пенсия? Я говорю, лучше скажите, вы готовить умеете? Говорит, умею. Ну, а сама что-то сготовлю, не ем. Я говорю, почему? Она говорит, честно, не могу. И вот, знаете, мне почудилось, что это под музыку в ее животе танцую. Я говорю, пенсия у меня 500 рублей. Ее как ветром сдуло. Настроение в конец испортилось. Захотелось сразу, знаете, купить вина хорошая, закуски дорогой. Всего на 50 рублей. Вот же забыть об этих старухах. Потом еще два танца станцевал. Одна, значит, готовить хорошо, но в основном для кошек. Штук 10. Я их терпеть не могу. Другая вообще не готовит. Только голодает и чистится. Голодает и чистится. Ну что я такой грязный себе голодом морей. Это до выхода уже столкнулся с одной женщиной. Ну, то есть как столкнулся? Она ростом в два раза выше, у нее в три раза тяжелее. То есть она столкнулась. Стоять летел на три метра в сторону. Приземлился вот так вот здесь на задницу. Думаю, емушки мои. Если наступит нечаянно одна радость. Смерть будет мгновенна. И тут она, знаете, заговорила человеческим голосом. Извините, пожалуйста, я на матче опаздываю. Спартак-Динамо. Совсем забыла, что сегодня трансляция. Я говорю, а вы что, футбол любите? Говорит, обожаю. Я говорю, а готовить, стирать, гладить? Говорит, обожаю. Я говорю, а у меня пенсии хорошие. Только я далеко отсюда живу. Не успеваю на трансляции. И вообще, если честно, мне поговорить по душам не с кем. Говорит, идемте ко мне. Вот уже три года как съехались. Ну а что, рядом со стадионом живем. А что, готовить, стирать, гладить? Это все одно. Я вот только мусор выношу. Ну и перед матчем ей пивка налить. Обязательно. Друзья мои, никогда не жалейте 50 рублей. Даже если ходите в клуб для тех, кому за 102. Espere в клуб для тех, кому за все, кто, кто. Киво. Киво. На 100 рублей. На 100 рублей.